Всякий командир не против получить крутой прем для нагиба и фарма? А если корабль пойдет еще с неплохой скидкой, так вообще будет идеально, да? Если вы считаете так же, то обязательно прожмите лайк и присаживайтесь поудобней. Сейчас я вам коротко и емко расскажу про лучшие предложения Черные Пятницы в мире кораблей, воспользовавшись которыми, вы получите одновременно фарм, фан и удовлетворение от того, что в премшоп идти больше не нужно. На связи ваш лоссман в мире кораблей GetFan и давайте начнем с того, что вывод по каждому кораблю этой акции я уже написал, ссылочка есть в комментариях. В этом видео все корабли просто не поместятся. Ну и также понимаю, что мой выбор может чисто теоретически с вашим не совпасть, ведь на вкус и цвет, как говорится, все фломастеры разные. Так что предлагаю вам в комментариях еще не забыть написать те корабли, которые на ваш взгляд достойны покупки, ну а потом уже и сферим часы. Ну а теперь начнем. Многим кажется, что покупка черных ящиков это лучшая инвестиция золота в этой акции, ведь буквально за копейки можно урвать прем девятку. Только вот необходимо правильно оценивать шансы перед этим, ведь при условии того, что в ящиках есть около мусорные корабли и не каждый прем зайдет любому игроку, я бы сказал так, что конечно идеальный прем выпасть может, но скорее всего не выпадет. Так что если уж вы решите играть в лотерею, помните, что в этом случае есть риск с того, что вы останетесь без прем корабля, а это обидно, ведь местами в акции есть очень вкусные кораблики. На мой взгляд любителям больших калибров и живучих кораблей обязательно стоит обратить внимание на крейсер Аляска, он зайдет и ленкароводом, и крейсероводом. Ну а в пользу этого корабля говорит многое. Во-первых, его можно купить только лишь на черную пятницу. Такая эксклюзивность не случайна, так как по статистике корабль очень силен. Кроме того, имея прем девятку в порту, можно надолго забыть про серебряный голод на аккаунте. Но ключевая причина взять именно этот корабль, а не какой-то другой, в том, что он идеален для современного рандома. Потому что может одновременно и в дамаг, и в комфорт. С особенным удовольствием подчеркну, что говоря про урон и про то, что этот корабль в него может, я говорю не про тупое заливание фугасами всех подряд, в чем Аляска кстати тоже может выступить. Но по большей мере в этой тактике замечается корабль редко, ведь одновременно с этим он может и на бронебойках противников карать. И в охоте за крейсерами Аляски нет равных в подклассе из-за сочетания американских углов рикошета и калибра. А гир от этого просто плачет в сторонке. Ну а еще ко всему этому Аляска может загнобить любого инвизора у точки с помощью РЛС. Само по себе это сильно влияет на ход сражения и повышает комфорт выживания в торпедных супах. Но если вы еще и научитесь реализовывать этот расходник и попадать при этом поясминцам, то вот в этот момент вы нащупаете буквально золотую жилу в фарме. Из бонусных приятных направлений выделю еще конкурентную с линкорами живучесть. Местами она строится на броне, местами на спущенной цитке, как у Айовы, а местами просто из-за маскировки. Тут нужно знать, в какой момент какое из направлений лучше подойдет. Ну а в пользу комфорта еще и сыграет высокая защита от авиации. Конечно, такая многозатачность многих должна испугать. Ведь по-настоящему сильной Аляска становится, когда командир, управляющий ею, перестраивает геймплей под конкретные боевые ситуации. Потому если вы не готовы изучать противников и подстраиваться под рандом, то лучше пройти мимо этого корабля. Но вот всем остальным настоятельно рекомендую. Кораблю под силом завоевать место в вашем сердечке из-за интересного геймплея и стать, возможно, лучшей покупкой према. По крайней мере, на моем аккаунте Аляска занимает особое место. Ну а любителям классических линкоров с акцией прибыло. Линкоры вами вполне себе неплохо справляются со своей ролью классического линкора, который и фугас не боится зарядить, и цитадель отнять у противника, который допустил ошибку. Живучесть корабля при этом достаточная для того, чтобы уверенно чувствовать себя в рандоме, и даже в случае чего в прорыв пойти, где козырем будет наличие торпед и ПМК. Но из-за приятной точности такие перегибы в тактике не обязательны, и в целом стандартный для класса геймплей будет у вас примерно в 80% сражений, что на мой взгляд является ключевым преимуществом для тех, кто захочет со скидкой купить себе просто прем линкор без перегибов. Этот корабль не должен потребовать от вас выворачивать руки для достижения особых результатов. Все получится само собой. Причем линкор универсальный, чтобы в любом бою быть достаточно приятным. Ну а я просто обязан подчеркнуть в итогах то, что и вами можно купить за уголь в Адмиралтействе, и чисто технически этот корабль бесплатный, но при условии того, что вы готовы ждать его и фармить. Вообще в Черной Пятнице есть целый пул очень дорогих по ресурсов кораблей из Адмиралтейства, которые с одной стороны купить-то можно, корабли ведь неплохие. С другой стороны, необходимо давать себе отчет, что технически вы покупаете бесплатный прем и тратите рубли для экономии времени. Если вы согласны с условием такой сделки, то вперед. И вами опять же скажу тут неплох. Да и очень много других кораблей в этой секции. Ну а если вас такой расклад не устраивает и хочется купить что-то действительно необычное и недоступное в другое время, то посмотрите в сторону Массачусетса или Жанбара. Оба корабля для линкоров не идеальны, но имеют очень вкусные фишки, с которыми вы можете ознакомиться благодаря обзорам кораблей в подсказках. Ну а для любителей покатать эсминцев я бы посоветовал следующие корабли. И если вы любите заниматься охотой за линкорами и готовы переигрывать все остальные классы через незаметность, являясь по сути в этот момент разведчиком для своей команды, то присмотритесь к Асасию. В конце концов, влияние на ход сражения у него вполне себе неплохое из-за захвата точек. Конечно, с точки зрения универсальности геймплей тут хромает, из-за чего местами на нем буквально сложно играть. Особенно в боях, когда берет и просто не закидывает линкоров в рандом. Вот уж действительно бой получается скучный. Тем не менее, по статистике корабль показывает себя очень и очень недурно. Что создает у меня впечатление в том, что ультимативный охотник за линкорами на глубоководных торпедах, обладающий топовой маскировкой на уровне, все еще способен выполнять роль фармера. Хотя может быть и не в каждом бою. А если вам по душе более активно влиять на ход сражения, то присмотритесь к покупке Казака. Ведь не просто так этот корабль, так крепко выделяется в эффективности по опыту. Моё мнение в том, что данный параметр подчеркивает возможность разнообразно влиять на ход совершенно разных сражений. Торпедников Казак перестреливает с артиллерией, большинство артиллеристов завязывают в хитром сражении через маскировку и дымовые шашки с гапом, что нередко помогает победить или отогнать противника. Ну а линкоры можно дамажить и через торпеды, и через пожары. Короче, корабль-мастер на все руки, с острой необходимостью для командира определять цели в рандоме и подбирать под них лучшие тактики действия. Короче, чем больше опыта у вас с игры, тем сильнее в ваших руках будет Казак. Ну а любителям классического крейсероводства советую Атаго. Это типичный японский крейсер, но с очень вкусными бонусами. Более комфортные углы сброса торпед делают включение торпедного потенциала в бой менее рискованным занятием, за счет чего и более эффективным. Ну а наличие хилки существенно повышает живучесть. Благодаря этим особенностям сравнительно простой геймплей японского крейсера становится на Атаго разнообразным и интересным за счет возможностей чаще идти на риск и реализовывать те возможности, которые недоступны в ветке. Говорю я в основном за охоту за эсминцами. Задача, которой не очень хочется заниматься на веточных японцах из-за того, что в этой роли риск отхватить цитадельку повышенный. Ну а если такое описание кажется вам сейчас сумбурным, то напоминаю, что обзоры абсолютно всех кораблей, в том числе кораблей этого топа, есть на канале. Загляните в подсказки, там вы найдете большинство из них, а если нужного вам корабля нет, то воспользуйтесь поиском по каналу. А заодно не забудьте подписаться, если вам нравится стиль и подача информации. Ну а если вам повезло раскусить сок о веководстве в игре, и прямо-таки руки чешутся купить себе какого-нибудь прем-авика в эту черную пятницу, то выбирайте между Чикаловым и Кагой. Первый хорош для атакующего геймплея при условии того, что вы будете готовы передвигать свой корабль вслед атакующего ордера, а Кага это геймплей классического изматывателя противника, который может часто действовать на дистанции. Ну а фишкой корабля является возможность множественных авианалетов и просто катастрофически большой ангар. Все это в сумме помогает расправляться практически с любым противником, оказавшимся вне ордера. И если вы вдруг думаете, что статистика этих кораблей поможет вам выяснить, какой же из них действительно лучший, то скажу вам, что вряд ли. Ведь оба они хороши, просто хороши по-своему, и цифры эффективности в обоих случаях весьма и весьма приятны. Ну а на этом все. Надеюсь, видео было вам полезным и вы подписались на канал и прожали лайк. Мне же осталось только лишь поблагодарить зрителей, чье внимание и поддержка спасли канал от забвения. В особенности это касается Короля Морей Чинчипоса, Морских Драконов, Сруль, Башу, Дегет, а также Адмиралов, Константина Пучкова, Паранойка, Алексея Емельянова, Дмитрия Виноградова, Костика Ташлыкова, Михаила Рубцова, Денчика Иванова, Тёма Казаринова, Максима Антюхина и Уральца. Желаю крепкого здоровья и комфортного рандома всем вам. Пока-пока и до связи в новых видео на ТВ Гет Фан.